По информации ОГИБДД города Артёмовского с начала 2017 года выявлено 41 нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами. Из них 13 человек переходили проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Столько же передвигались в попутном направлении и 15 шли по проезжей части при наличии тротуара. Госавтоинспекция города Артёмовского напоминает, что в первую очередь взрослые несут ответственность за соблюдение правил дорожного движения детьми. Именно взрослые должны воспитывать у детей дорожную грамотность, причем обязательно демонстрируя им положительный пример. В учебное время родители должны напоминать детям безопасный маршрут «Дом-школа-детский сад-дом» или «Дом-учреждение дополнительного образования-дом». В идеале он должен быть начерчен в виде плана микрорайона образовательной организации. Учащийся обязательно должен пользоваться тротуарами, а при их отсутствии идти по краю левой стороны проезжей части. При переходе дороги максимально пользоваться разрешенными безопасными переходами проезжей части, наземным пешеходным переходом, зеленым сигналом светофора, убедившись, что водители его пропускают. Госавтоинспекция также напоминает, что водители-пешеход в равной степени несут ответственность за безопасность пешехода на пешеходном переходе. Необходимо помнить, что пешеходный переход является местом, где происходит пересечение транспортных и пешеходных потоков. В этой конфликтной зоне участники движения, как пешеходы, так и водители, очень часто совершают ошибки и просчеты в своих действиях и решениях. В связи с чем пешеходам рекомендуется, прежде чем переходить дорогу, остановиться, посмотреть сначала налево, затем направо, затем еще раз налево и только убедившись в своей безопасности, начинать переход проезжей части. Во время перехода следует постоянно контролировать ситуацию, смотреть по сторонам и по возможности не останавливаться посередине. Водителям при проезде зебры следует сбавлять скорость, чтобы в случае непредвиденной ситуации принять меры для полной остановки транспортного средства. Также водителям следует помнить, что если автомобиль, который двигался впереди справа, остановился перед зеброй, то и вам необходимо сбросить скорость вплоть до полной остановки. Скорее всего, тот водитель остановился по причине того, что пропускает пешехода. Дети должны знать и об опасных участках дороги, где особенно внимательно нужно следить за дорожным движением, а именно на перекрестках. Обязательно в целях безопасности носить световозвращающие элементы в темное время суток, особенно если в маршруте нет тротуаров. Хотя по правилам дорожного движения световозвращатели только рекомендованы пешеходам в населенных пунктах. Во время перехода проезжей части необходимо запрещать использование плееров и сотовых телефонов, отвлекающих внимание. Зимой на обочине имеются снежные валы. Некоторые пешеходы для сокращения пути перехода проезжей части перелезают через них. А еще бывают случаи, когда расчищают дорожку через снежный вал. Такие переходы и выходы на проезжую часть из-за снежной кучи опасны для пешехода. Сотрудники госавтоинспекции города Артемовского еще обращают внимание на такой момент. Если вы везете ребенка в санках и вам нужно пройти через проезжую часть, то необходимо, чтобы ребенок слез с санок. Вы его взяли за запястье и перенесли санки в руках. Иначе, когда вы ребенка перевозите через проезжую часть, то ребенка с санками водитель может не заметить. Особенно в темное время суток. Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости контроля за досугом несовершеннолетних, а также о проведении бесед о недопустимости опасных развлечений. Катание на прицепных устройствах транспортных средств. Катание с опасных горок, которые выходят на проезжую часть. Обращаясь к участникам дорожного движения, сотрудники ОГИ БДД города Артемовского просят звонить по телефону 112-02 в случае дорожно-транспортных происшествий, нештатных ситуаций на автодорогах, наличие пешеходов, особенно в темное время суток на загородных автодорогах, пьяных водителей, управляющих транспортным средством и прочих обстоятельствах, влияющих на безопасность участников дорожного движения.